МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сегодняшний день со мной произошло необыкновенное приключение. Показалось, что уже давно било 10, и пора было собираться в департамент. Признайся, я бы совсем не пошел в департамент. Заранее знаю, какую кислую мину сделает наш начальник отделения, когда приду. Он уже давно о мне говорит. Что это, братец, у тебя в глаза время не на лазь такой, а? Ты порой метайся, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет. Где-то и поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа. НЕ НОМЕРА, А ЕЩЁ! Грязный цапля. Он, верно, завидует, что я сижу в директорском комитете, а че не выпьем это его предсходительство. Я признаюсь, до сих пор не мог понять, почему я считал себя титулярным советником. Ведь все совершенно иначе. Все совершенно не так. Как же я мог думать, что я титулярный советник, в то время, как я совершенно другой человек? Я не титулярный советник. Именно только сегодня я это открыл. И я понял, что я ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ! Верным делом я, конечно же, сообщил об этом Мавре! Мавра! А почему вы привезли этот спектакль на фестиваль? Именно этот? В том, что он такой необычной, яркой формы, очень сложный спектакль и фестиваль для нас, в первую очередь, это некая школа. Это и посмотреть другие коллективы, чему-то поучиться, послушать мнения жюри, поучаствовать в мастер-классах. Ну и заодно, во время вступления в подобных мероприятиях, в очень экстремальных и сложных сжатых сроках, такой материал показать. Это большая школа для будущих учебников. А как вам с Таврой? Мы первый раз здесь? Да, мы первый раз здесь, и мы очень сильно впечатлили. Если даже не брать внимание экскурсии и все остальное, у нас больше всего, конечно же, приняла организация. Потому что как только мы приехали, нас сразу же практически с Караваем встретили, разместили. И довольно-таки хорошая организация, и приятно было сюда приезжать. Я думаю, что это не последний поезд на этот фестиваль. Горько! 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 Товарищ Пентер, что с вами? Ничего, моя курочка, твой петушок здоров. Ты с ума сошел? Вы все исполнили. Товарищ Пентер, ну где же вы? Иду, иду, моя курочка, ступай гостям, моя курочка, твой петушок сейчас приедешь. Они там, они там, они там. Нету! Вы совершенно не умеете вести себя в обществе. Вы разбили мою семейную жизнь. Сегодня в театре закрытие сезона, а завтра театр уезжает на гастроли. Из двух зайцев выбираем, которые пожирнее. Идем на закрытие сезона. Господа, я пригласил вас с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Там едет ревизор. Как? Из Петербурга, инкогнито. Ревизор выехал. Господа, я пригласил вас с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Долой, город, ничего. Пандор, Ляпкину, Ляпкину. Исключительная находка метущаяся интеллигенция среди народа. Долой, взятки! Великолепные силы, отрыв от народа и потерь! Деще! Деще! Кто, кто? Политив наш, как он сейчас уже вспоминает, очень молодой, образовался он несколько лет назад, 3-4 лет. Удя в том, что это уже новый состав, и этот состав играет только вот с нового года, 2013 года. Название «Наш пикник на обочине» мы являемся театром Южного федерального университета. Почему «Пикник на обочине»? Потому что, во-первых, наш режиссер, когда мы стали выбирать название театра, наш режиссер очень любит другу пикник. Также мы очень дружная компания, которая собирается и очень любит путешествовать. А самое главное, что в пути? Правильно, хорошо покушать. Это второе значение. И третье, мы очень уважаем и любим классиков русской литературы. Мы часто берем произведения, очень переживаем, когда берем классические произведения, потому что, да, очень ответственные. В первую очередь нам хочется сказать, выразить огромную благодарность организаторам именно Ставрополья. Театральной группе «Мы», которая пригласила нас на этот фестиваль, мы очень были рады попасть сюда, потому что это наш первый выезд крупный. Мы молодой коллектив, нам достаточно было приятно, что нас пригласили. И когда мы сюда приехали, нас очень поразило то, как нас встретили ставропольчане. Это дружественная, теплая, домашняя обстановка, нам очень приятно находиться здесь, в окружении наших театральных друзей. Очень понравились спектакли, которые были представлены, очень понравились мастер-классы, которые были проведены. Мы на них узнали много нового, для себя что-то подчеркнули, что-то поменяли и подняли свой уровень. Волк встретил в лесу хорошо откормленную собаку в ошейнике и спросил, кто тебя так хорошо кормит. Мой хозяин, охотник, ответила собаку. Да избавят меня боги от такой судьбы, воскликнул волк. Я предпочитаю уколы, ошейнику. Ты рассказал это, Васьнюк, Сан? Сан спросил, что это значит. Сан, наивнее, Чирля. Я же больше упокошен на тебя. Я не смиряюсь. Откуда ты знаешь, что я не смиряюсь? Я вижу это в твоих глазах. Моментами они блестят так, будто в душе у тебя рассвет желания. Я запрещаю тебе смотреть в мои глаза. Ты права. Моему лицу отражаться в твоих глазах нельзя. Давай узнаем, что по мнению этого урода самое худшее. Язык? Опять язык? Разве я тебе не велел тупиться? Принести самого скверного, что найдешь? Почему ты опять принес язык? Ты хочешь, чтобы я тебя высек? Язык, Сан. Это самое наихудшее, что есть в мире. Язык — это источник всех интриг, начало всех кляус, мать всех споров. Используют язык плохие поэты, утомляющие нас на площади. Прибегают к языку философы, не умеющие мыслить. Язык лужет, извращает, хулит. Мужчаком произносится умри и раб. Браво! Браво, язово! Это действительно так! Разве это не здорово, дорогой коллега? Разве не приятно быть богатым и надеть таким рабом? Я так счастлив, что он способен вымить на целое море вина! Бляни! Театральная студия «Кредо» находится на базе Дома культуры Ставропольского. Мы там практически раз в месяц, два раза в месяц постоянно даем свои спектакли. В «Культарио» у нас их, дай бог не ошибиться, около четырех, наверное, и Бернет Шоу «Джетельмены и цветочницы». А этот спектакль в пьесе «Игремена Фигерейда». Также есть в пьесе Уильяма Гибсона Американского замечательная драматурга «Двое на качелях». Вот все спектакли мы очень любим, очень нам дорогие и очень много в них души вкладываем. В студии руководит заслуженная артистка России, актриса Ставропольского театра драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Светлана Георгиевна Калганова, которую мы тоже очень любим. Которая, в общем-то, создает, дает нам возможность как-то быть ближе к этому замечательному искусству. Ну, отличался тем, что он первый в городе Ставрополь, что очень радует, что наконец-то сколько мы ездили и в город Сочи, и в город Астрахань, и многие другие замечательные города. И всегда очень хотелось, чтобы и Ставрополь пригласил к себе друзей в театральных, потому что, в принципе, собираем-то, знакомимся с коллективами, переписываемся, потом, благо, социальные сети сейчас дают такую возможность. И большое спасибо из КФУ, большое спасибо театральной студии и мы, участникам, которые я тоже по своему статисту являюсь, если честно, за то, что они, в принципе, этот фестиваль организовали, дали возможность пообщаться с близкими нам людьми, тоже, живущими театр и все, что с ним связано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!